Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео, ссылка на которое есть в описании и появится в подсказках, я на примере чипа 24LC512 рассказывал, как подключить к Arduino внешнюю IPROM память. Там я рассказывал о характеристиках данного модуля памяти и подробно рассматривал схему подключения к Arduino Uno. Это видео является логическим продолжением прошлого видео и здесь мы рассмотрим, как подключить дополнительную память IPROM к микроконтроллерам семейства ATTINI. Для начала разберемся с записью во внутреннюю IPROM память, чтобы дальше были видны отличия. Для примера возьмем ATTINI 13, которую я устанавливаю в свой самодельный программатор. Ссылка на видео по созданию данного программатора есть в описании к видео и в подсказках. После выбора нужной платы в примерах для ATTINI 13 открываем скетч IPROM PUT. Здесь вначале подключается библиотека IPROM, далее объявляется структура, содержащая одну вещественную переменную, одну целочисленную типа байт и массив из 10 символов. После этого в нулевую ячейку IPROM памяти, которых на ATTINI 13 у нас всего 64, записываем некоторое вещественное число. После этого создаем экземпляр ранее объявленной структуры, которая называется custom war и заполняем его значениями. Только давайте изменим число 65 на 5. Дальше будет понятно почему. Сдвигаем адрес ячейки для записи на размер записанный переменной типа float и записываем экземпляр структуры в энергонезависимую память по новому адресу. Загружаем скетч в ATTINI, естественно Arduino Uno к этому моменту должен быть в режиме программатора. Как это делается я рассказывал в прошлых роликах. Скетч успешно загружен, данные в IPROM память записаны. Теперь прочитаем данные из IPROM памяти. Для этого там же в примерах найдем и откроем скетч IPROM GET. В нем мы определяем те же переменные и структуру. И с помощью функции IPROM GET считываем данные в оперативную память. На Arduino Uno мы могли бы все вывести в монитор порта, но здесь поступим по-другому. Видоизменим скетч. В настройках определим нулевой пин, который соответствует пятой ножке ATTINI, на работу с выходным сигналом. А после чтения из IPROM памяти данных структуры добавим цикл, который повторится столько раз, сколько мы записали во вторую переменную структуры, то есть пять раз. А в теле цикла будем подавать высокий и низкий сигнал на пятую ножку ATTINI, то есть подключенный к ножке светодиод должен у нас мигнуть пять раз. Подключаем светодиод с уже припаянным резистором на 220 Ом к пятой ножке и к четвертой ножке соответствующей земли. Загружаем скетч. Светодиод у нас мигает пять раз. То есть данные в IPROM памяти были записаны и прочитаны правильно. Главное, что данный метод универсален и подходит и для других микроконтроллеров ATTINI и для микроконтроллеров семейства Arduino и многих других. Теперь поработаем с внешней памятью. Сразу скажу, что этот метод будет работать начиная с ATTINI 25. ATTINI 13 слишком прост для таких задач. Для работы с внешней памятью на микроконтроллерах ATTINI служит специальная библиотека TINI WireH, которая используется вместо библиотеки WireH на Arduino Uno. Ссылка на скачивание библиотеки есть в описании к видео. Скачиваем библиотеку и добавляем ее в Arduino IDE. Для демонстрации работы библиотеки у меня есть вот такой скетч. Собственно, это переработка скетча для работы с внешней IPROM памятью на Arduino Uno из прошлого видео. Точно также мы вначале проводим инициализацию библиотеки и начинаем передачу данных указывая в качестве аргумента функции WireBeginTransmission адрес внешней памяти. Запись во внешнюю память ничем не отличается от записи при использовании Arduino Uno. Только меняем имя библиотеки SWIR на TINI WireM. Только после отправки запроса на получение одного байта от подключенного модуля памяти TINI WireM RequestFrom. Добавим проверку, доступен ли обмен данных и с использованием функции READ прочитаем байт данных из IPROM памяти в переменную DATA. Далее, чтобы убедиться, что данные успешно прочитаны, мигнем красным светодиодом, подключенным к шестому пину ATTINI. Соответствующее число раз. Для демонстрации я буду использовать ATTINI 85, хотя годятся и тинки младших моделей ATTINI 25 и ATTINI 45, но не ATTINI 13. Загружаем скетч в ATTINI. После успешной загрузки временно отключаем программатор от компьютера. Далее можно не вынимать ATTINI из программатора, соединить 4-й пин ATTINI с минусом макетной платы, а 8-й пин с плюсом. Теперь согласно распиновке ATTINI 25 45 85, 5-й пин у нас SDA соединяем с 5-м пином IPROM, а 7-й пин ATTINI 85 SCL 6-м пином модуля памяти IPROM. Шестой пин у нас служит для подключения светодиода. Длинную его ножку соединим с этим пином, а короткую с уже припаянным резистором на 220 Ом соединим с минусом макетной платы. Подключаем программатор с ATTINI на борту к компьютеру и видим, что светодиод мигает три раза. Значит, значения в IPROM память были успешно записаны и считаны. Таким образом, работая с данным модулем памяти IPROM мы можем последовательно записать и считать до 64 килобайт информации. Далее, когда будем работать с достаточно большими объемами данных, информация из этого ролика очень пригодится. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.